День сказочника. Новогоднее представление, которое прошло в дни новогодних каникул в парке культуры и отдыха Малаховское озеро. Организаторы комитет по физической культуре и спорту по этому празднике еще и спортивный. Подробности в следующем материале. Новогоднее представление в Малаховском парке. Мероприятие традиционное. На берегу Дед Мороз, Снегурочка и другие сказочные персонажи. В воде члены Малаховского клуба закаливания и зимнего плавания «Джентльмены удачи». Название нашего клуба пришло быстро. Мы все знаем советскую комедию «Джентльмены удачи». Как раз по сценарию фильма «Шлем Македонского» был спрятан на Малаховском озере. Клубу закаливания 8 лет. Сейчас в его рядах 20 человек. Ольга Третьякова в клубе с 2017 года. Говорит, что всегда мечтала стать моржом. В воду зашла несколько раз. В воде, смотря по самочувствию, по погоде, по настроению. То есть можно больше, можно меньше. Но лучше плавать. То есть не просто как бы побыть в воде, а лучше подвигаться в воде. Тогда легче. Число сторонников здорового образа жизни растет. Только в рамках этого мероприятия в моржи посвятили 5 человек. Новичок окунается. Затем следует водружение на голову шлема Александра Македонского. Из старой пожарной каски. Идея нашего клуба – это популяризация, здоровый образ жизни. Мы на личном опыте показываем, что можно проводить время свободно, используем для здоровья и без дополнительных допингов. Поэтому вот это как бы наша миссия. Вот мы с вами примером показываем, как можно отдыхать трезво. Из проруби в мобильную баню-палатку с печкой отогреваться. Ее предоставил комитет по физической культуре и спорту, который участвует в организации всех зимних мероприятий для моржей. Мы им помогаем. В этот раз организовали им теплую палатку, баню, горячий чай на таежных травах. Это все, что касается здорового жизни. Тем временем юные воспитанники Люберецкой школы Олимпийского резерва преодолели сказочную лыжню, которую проложили в Малаховском парке. Подарки получили все участники забега. Алексей Абрамов, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.